Четыре раза до полчаса выключат, два раза выключат, но вот так вот такие скачки. Перебои с электричеством вызвали новую волну негодования у жителей СНТ Липовый остров. Последний раз свет отключили на всю ночь. Из-за аварии на линии дома остались без единственного источника тепла – электрокотлов. Даже утром мы не смогли встать и попить, например, чай согреться. Ну то есть вот как бы мы промерзли, конечно. Дом, это было в доме 13 градусов. У Ольги Смолевой на этот случай дровяной котел. Он-то ее и спасает сейчас. Электрический сгорел пару дней назад после очередного отключения света. Теперь каждое приготовление пищи – непростая задача. Стараешься сразу все не включать. Либо если там что-то надо одновременно, просто уже котел отопления отключаешь, все готовишь, потом уже включаешь котел. С такой неприятностью столкнулись все жители садоводческого общества. Чтобы сберечь технику, они установили дома стабилизаторы напряжения. Аварийные ситуации, которые у нас, допустим, случаются на линии 10 кВт, как правило, они связаны именно со скачками потребления электрической энергии. Все сетевые компании работают на то, чтобы эту ситуацию изменить. Если у нас происходит на границе сетевой компании увеличение потребляемой мощности, то сетевая компания обращается в вышестоящуюся за увеличением данной мощности. Чтобы увеличить мощность, нужно поменять сети в самом СНТ. В этом году в Липовом острове такая работа идет. Меняют неизолированные провода, деревянные опоры на железобетонные, разделяют перегруженные линии электропередачи. Закончить планируют в конце декабря. Это частично поможет потребителям. Мария Заводовская, Вячеслав Иваненко, Денис Осколков, Тюменская служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова